Шпитализация юного Жихара, вёске Путеводная Зорка, Гомельского района – это первый выпадок травмирования пиротехникой в период перед новогодних святов. И сумный приклад того, какую небеспеку может представлять гульня с петардами. Хлопчик выросил подорвать знойденный на улице пиротехничный выроб. Выбух отбылся прямо в руках подлетка. Выник – страта одного пальца, травма еще двух и опеки руки. На сегодняшний день мальчик в удовлетворительном состоянии. Только что перед вашим приездом мы его перевязали. Угрозы жизни мы боялись за то, что будет ли жизнеспособным третий палец. На сегодняшний день можно сказать, что он будет жизнеспособным, то есть он сохранится. На культе второго пальца там имеется краевой некроз кожи, что часто при таких состояниях, при медновзрывных травмах и более обширные раневые некрозы бывают. Но я думаю, что у него все пройдет хорошо. Единственное, что палец, конечно, мы второй не возвратим. Каждый год в Першахостудине у опековой и травматологичной отделений республиканских больниц за допомогу свертаются в среднем от 40 до 60 человек. Травмы, отрыванные таким способом, складанные и заживают долго. Поражаются в основном или лицо, или кисти рук. Соответственно, возможно появление последующих обезображивающих дефектов и грубых рубцов на лице. Возможно поражение органа зрения с потерей зрения. Возможно поражение слуха. При поражении кисти нередко происходит травматическая ампутация отдельных пальцев. Выкористание пиротехничных вырубов не представляет небезпеки, коли строго выконываются у всех потребований. Как свято не переутворилось у надзвучайную ситуацию, треба ознайомиться с инструкцией на упаковцы, не запускать фейерверки из рук, не накеровывать их на людей и триматься от пиротехники на необходной дистанции. Выкористание петарду по мешканьях у Волгуле промая погроза здоровью. Использование пиротехнических изделий в общественных местах, специально не предусмотренных для этого, может повлечь собой наказание, предусмотренное административным кодексом, статья 17.1, кодекс административных правонарушений, мелкое хулиганство. За легальный гандаль пиротехника измагается целая армия представников державных структур, МНС, податковой инспекции и милиции. Братьба ведется в интернете и на реальных гандлевых пляцовках. Треба означать, что оселита теневых расповсюдживальников несертификованной пиротехники стало значительно меньше. С початкой зимы с упрацовниками правопорадки Гомельской области уже выявлено 40 фактов незаконного оборота пиротехничных выработок. Конфисковано больше 200 тысяч одинок петарды и фейерверков. К администрации и надказности притягнуто 6 человек. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадио, компания «Гомель».